Компания за ГСБ Как многие считают, это именно Белосток Братство Нот планирует захватить мирный город Ваша задача добраться до города первыми и сдерживать войска Братства до тех пор, пока не прибудет подкрепление ГСБ Необходимо уничтожить все боевые единицы Братства, участвующие в захвате Ну, миссия неоднозначна, на самом деле, проходится над двумя способами И большинство не знает о втором Сейчас я его покажу Давайте, поехали Санкционed by the United Nations, the Global Defense Initiative has one goal Eliminate multinational terrorism in an effort to preserve freedom The Brotherhood of Nod, an ancient and secret society, maintains strong ties with most global terrorist organizations Commanded by this man, known only as Cain, Nod's long-term goals are unknown However, recent activities include expansionary behavior into disenfranchised nations High-volume investment in global trade markets And aggressive manipulation of international mass media These efforts are suspected to be funded by Nod's access to vast Tiberium deposits Tiberium continues to confound the scientific community Soaking up ground minerals and soil nutrients like a sponge The end result of this unique leaching process creates the formation of Tiberium crystals Which in precious metals are available for collection with a minimum of mining exports Delta Sierra echoed a commander, approaching next objective Welcome to the lovely town of Bialystok Silent sight, huh? A ham SOS from here said Nod forces were en route Haven't reached Shepard, so I can't confirm But I'm 99% sure Shep would want you to take Bialystok before Nod does Backup's on the way, but I can't say when it'll get there You're on point Give them hell Итак Good morning Yes, sir, roger Right away, sir Right away, sir Right away, sir It's two different ways, as I said First First Yes, yes, yes Okay 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 Yes, sir Let's go now Not Okay 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 Yes, sir Well, most, at the same time All right Okay Let's go now Okay 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 Let's go now Let's go now Okay 如何 Ridiculous Between the R Оригинальных, классических версиях не было. Ни Red Alert, ни Command & Conquer 25 лет назад сложности трудно и легко. Там была только одна сложность, и я предполагаю, что эта сложность была нормальна. Была нормальная сложность, и поэтому многие задачи сейчас, кажется, гораздо и гораздо труднее проходимы. У противников возрос ХП у пехоты и броня, соответственно, у техники. И убиваются они в два раза дольше. То есть, соответственно, за это время они успевают по вам нанести в два раза больше урона. Вот в этом-то проблема основная. И поэтому, если задания некоторые поджигали вам задницу ранее, то сейчас эти задачи могут накалять попку еще сильнее. Порядок сильнее. Наши алиханы, как обычно, здесь совершают непонятные телодвижения. Круги накручивают, наматывают, и в итоге получают в щи, как никогда не получали. Юнит управляется, в общем-то, и целом так же дерьмово, как и на оригинале. Ну, все-таки получше, потому что если мы переключимся с вами на классический вид, то вот так они управлялись 25 лет назад. Вы сами можете наблюдать, какая тут была анимация. Так что анимация все-таки, как-никак, но была исправлена. Те же машины начали дрифтовать с танками. Но... Пути движения прописаны все так же стрёмно. Могли их переделать, естественно, разрабы не стали этим заниматься, потому что хотели сохранить именно дух классики, а не потому что не смогли. Играть, безусловно, мешает. Так, чтобы пройти миссию, не входя в город, а такое возможно сделать, нам необходимо не переходить мост. Здесь, понимаете, активируется триггер на подкрепление. За мостом стоят несколько танков. Вон там два танка будет, несколько багги из десяток пехоты. Да, вот они побежали. Сейчас мы убьем те войска, которые выйдут из-за моста. И убьем подкрепление, естественно. Надо укрикушать рантайки. Наш пехот не убили они. Так вот, с пехоты есть одна неприятность. Она лезет слишком близко в ближние бои и начинает отхватывать от тех же гренадеров. Они для ваших пехотных подразделений чрезвычайно опасны. Выходите сюда. Так сказать, милости просим. За Хаммером что-нибудь? Походу, да. Блин, достану сейчас. Там еще и будет. Их главная цель Хаммер. Значит... Будем загораживать его. Нормально. Нормально. Горды. 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 Вот. А нет. Еще не все. Кто-то еще остался. Вот если вы зайдете за мост, активируется триггер на подкрепление, вы получите свое в городе, непосредственно там к вам приедет пар БТРов, Хаммер и в одном... Их два Хаммера и БТР. В одном из них будет подкрепление из пехоты. Короче, кто-то еще остался. Сейчас сгоняем, найдем. Наш цель уничтожить те войска НОТ. И мы их уничтожим. Те войска, которые... Да, он там какой-то бич бегает. И мы все их уничтожим. Безусловно, с вами. Те, которые находятся рядом с городом. Мы не получим подкрепление свое, они не получат свое. И официально на этом здании будет выграно. Он, он, он бежит. Афирмин. Да, сэр. Да, сэр. Все? Миссия пройдена. Варторн Биалийснаг. Это очень счастливая городка для спокойствующих пызанцев. Сегодня, уничтожить дом. Афирмин. Тема, уними, непр Субтитры сделал DimaTorzok Вот и старый добрый Кейн и Джо Кука, который практически не изменился за это время Так, значит лидерство 73, эффективность 100%, но лидерство было бы 100% если мы не потеряли бы на НПО Общий счет 445, потребовалось 6 минут 27 секунд всего лишь на то, чтобы завершить это задание Потери были 3, солдата, ну и 38 потерял НОД Если бы мы зашли в город, там было бы безусловно сложнее, потому что у противника все-таки были бы танки Но их тоже можно уничтожить, выманивая по одному, то есть через хаммер вы их агрите, стреляете, тут же едете в город И как вы видите, если они выбрали для себя одну цель, а выбирают они именно цель, которая по ним стреляла Они не обращают внимания на все остальные войска, вы их расставляете в линию на входе в город Пока танк там проезжает, вы его успеете на пол хп закидать К тому же, по-моему, там они около каменной колонны постоянно начинали крутиться И можно было вот этот крутящийся танк разбирать своими гренадерами, да и, в общем-то, БТРами Легко Да, у них больше хп, чем на оригинале, пришлось бы дольше здесь с ними возиться Но, тем не менее, они разбираемы То же самое, в принципе, с пехотой Стреляете по ним с БТРа, допустим, который выдерживает там от гранатометчиков выстрел И дальше они все бегут опять к вам в город уже за БТРом И пока они пробегают мимо гренадеров, вы так же их разбираете Довольно тупо, но проходится в обоих случаях просто здесь быстрее Давайте дальше побежим Так, ну давайте пойдем по германской тогда ветке Она тоже достаточно сложная Я помню это задание, но некоторые нюансы, естественно, подзабыты Германия Население 80 миллионов 387 тысяч человек Площадь 357 тысяч 385 квадратных километров Столица Берлин, форум правления демократии ВВП уже не ничтожно мал Здесь 1 триллион 131 миллиард долларов Но на самом деле, может быть, такой и был в 95-м году Сейчас он уже, конечно, больше Точка конфликта Ганновер Военная мощь, Национальная гвардия Это ложь, все это ГДИ не плачет детей Это Бялисток и Тибериум Субтитры создавал DimaTorzok Isn't this another incident of GDI reacting to incorrect information? Any comment? Should GDI funding be cut? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, Кейн подставил командование ГСБ Теперь прекращено все финансирование ООН заморозило его полностью И по сути все остальные подразделения будут работать В полулегальном состоянии будут работать теперь все силы ГСБ Так, а под нашим командованием будет полуразрушенная база Чудесная Стоп, давайте-ка мы гренадеров пошлем вообще отдельно База находится где-то вот здесь вот справа ООН База находится где-то ООН ООН Простите В полун Танки Ой-ё-ё-яи База находится где-то ООН Танки В полун Танки лучше конечно здесь не потерять Прямо очень желательно Регон Пока начали очень фигово Пали в засаду Вот дашь вы поползли, упырин Чуть убежал туда Ой-ой-ой-ой В целом нормальный размен По хп Хотя лучше бы они стреляли в БТР БТР то мы здесь можем строить, а вот танки По-моему нет Да, танк здесь нельзя строить Это бы... Ой-ой-ой-ой Иначе бы это исключило массу проблем Убейте его быстрее Так, мы можем Создавать пехоту Эй, о-о-о-о, как-то убежал Так, первая атака у нас будет сверху пехотой, потом там будет, по-моему, один танк. Чё, оборзел, что падло, бегает и бегает, а вот один. А, и, по-моему, будут ещё багги атаковать, быстро. Строить мы ничего не можем с вами, потому что здесь нет МСЦ, мобильного сборочного цеха. Как фигово. И застрелили. Да, нет проблем. Не смеется. Дебилы потеряли так же кучу хп от своих, в том числе, гренадёров. Вот нахрена это френдлий фаербайл здесь делать вообще? Все просто портит. Надо бы тут все дело убрать, чтобы мы могли проезжать спокойно. Сейчас будет постоянная толкучка здесь с Харвестером. Продолжим мы изучать там, что осталось. В этой игре по нормальному вообще что-то сложно сделать. Тебе войска нифига не под контролем находятся. Ну не совсем под твоим контролем, они живут своей собственной жизнью, очень часто. Жизнью, которая вам не понравится. Радара нет, соответственно мы мини-карту не видим. Ее нам постоянно контролировать. Вообще в идеале играть вот так вот. Я так играть не люблю с таким зумом. Рассуждали зумировать возможность, надо значит зумировать. С танками тут дела такие, короче он обычно групп пехоты давит, некоторые танки давят сразу пехоту, некоторые стоят. И раздавлением не занимаются. Чуть назад, чувак. Непонятно где у них там эти... Чувачила на баге. Ага, вот они. Вспомни говно, вот и оно. Они сейчас будут на Харвестера агриться. У компа первым делом атака Харвестера. Приоритете заложено. А нет, смотри, в Хаммер снижает. И посмотрите как мы дамажим в 4 рыла в него, и как они дамаживают в 2 рыла по нам. А все потому, что у противника больше стало ХП. На оригинале мы в 2 раза быстрее бы разобрали. И соответственно столько дэмэджа по нам бы они не успели бы нанести. Деньги у нас мало. Всего лишь одно месторождение Тиберия. Есть еще одно наверху. По-моему еще одно где-то вот здесь есть. Но там уже собирает, собственно, нот. Растянуть пехоту, чтобы танк, когда приедет, пострелял. Может по ней там как-то, я не знаю, поездил за ней, что ли? По-моему, подаю юху. Много я не хочу делать, честно говоря, гренадеров, потому что они тупо закидают свою же, собственно. Солдат, ага, вот он, вот он, вот он, вот он, бич. Прекрасно, 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 отвлекся, отвлекся на пехотинца. Давайте, пацаны, быстро расстреляем его. И причем, видите, он не попадает к нему. Вообще просто шикарный размен. И всего лишь один выстрел он успел сделать по танку. Чудесно. Это лучший размен, который мог быть здесь. Так, теперь здесь сверху будут идти баги и гранатометы, вроде бы как. Эту технику здесь составлять, ну, почти бессмысленно, можно ставить один хаммер. Чтобы он там боролся с этим. С их. Баги. Вообще там надо приправу занимать, потихоньку уже будет. Не до битки пускай останутся, там. Чего-нибудь отхватят. То есть у них техника обычно агрит сначала на технику, потом уже на пехоту. Ну и ракетчики тоже на технику будут выходить. Так, нам нужен чувак для засвета. У них тут стоит один танк. И разобраться с ним можно нашими танками. Дело в том, что средние танки у ГСБа не стреляют дальше, чем легкие танки у НОДа. Все время НОД путаю, блин, из ГЛА. Могу иногда заговариваться, так что не обращайте внимания. Хотел сказать только что ГЛА. Ну, по сути, одно и то же. Зря мы сюда приближали. Но танк я тем не менее засветил. Прекрасно, прекрасно. А там есть еще один ракетчик, в общем, проблема. Лёкли собрался к лыхам. Дро. Да, сэр. Да. Посмотри, даже какой-то ссаный автоматчик наносит огромный урон. А, вот. Ой, это что такое еще было? Че они подорвались на чем-то? Класс. Вообще, просто топово. НОД 2 мисклика. Плакетчика надо выманить на себя все-таки. Иди сюда, кусок дерьма. Потому что он сейчас помешает все наши планы коварные осуществить. Так. Игры начали дерьмовые, но тут как обычно. В этой игре ничего плотного не бывает. Ваши войска, это ваши уже порой враги. Как мы стоите, нам еще один хамер. А лучше туда два поставить. Вот этот танк конкретно, он не реагирует на то, что его обстреливаешь. А вот танк, который стоит за мостом, он еще как реагирует. Реагирует очень агрессивно. То есть он сразу начинает по вам палить. Вот, поэтому... Для этого нам нужны хаммеры там. Еще, видите, клик происходит очень близко к войскам. Крайне мне не нравится. Еще вопрос, почему в миссии... ГСБ у нас играют в лозунги... По именем Кейна. Вот видите, сюда я не могу кликнуть, потому что у меня выбираются войска, а не прокликивается непосредственно направление. Это тоже очень неудобно. Но так же было и на оригинале. Вот если зумировать на... Классике, то получается... Просто видите, мешанина из пикселей, но там зума не было, поэтому смотрелось все еще более или менее... Нормально. Сейчас мы подождем, пока приедет еще одна партия. Заодно еще один хаммер подождем. И продвинемся непосредственно уже на мост. И продвинемся на переправу. Там стоит еще то ли один, то ли два баги. Как раз хаммеры нужны, чтобы сагрить на себя. И пехотой потом загородим проход. Главное, не забывайте о том, что нельзя стрелять по вражескому харвестеру. Если только вы по нему хоть раз выстрелите, на вас сбежится тогда вся база, и вам хана будет. То есть по харвестеру стрелять надо будет, но не сейчас. Если вы хотите на себя просто обратить внимание большого количества противников. А, даже еще на раз делаю хаммера. Хаммеры это очень важная часть миссии. Но они дальше, чем БТР стреляют. Да, у них меньше брони, но... Дальнобоинность у них выше, но и стоят они плюс дешевле. И плюс в этом задании я собираюсь часть своровать базы у нода. Часть базы у нода я хочу своровать и воспользоваться их танками. Хотя в принципе это не... Необходимость может пройти. И без этого вполне комфортно. Ну где вы там, чуваки? Я уж успел бы доехать до... И моста бы, и до... И до переправы. Кстати, харвестер бронирован настолько, что такое ощущение, что у них брони больше, чем у средних танков. Сложнее их пробить. Но это сделано для того, чтобы не могли их в мультиплеере быстро выносить, в том числе. Но они, по-моему, и на оригинале были весьма-весьма жирные. И если они, кстати, у вас будут повреждены сильно, то... Они будут медленнее двигаться. Что ж вы как медленно их разбираете, вашу мать? Полхаммер опять уже отхватил. Так, давайте это вот быстренько тоже укокошим. Главное, сейчас наши опять Алешеньки подлезут под него, я в этом уверен. Все, но более-менее. А вот он и мост. Ой, куда ж ты полез? Слезет. Я не тупорылый. Вот я говорю. Основной ваш враг это ваши же тупые войска. Да, давай их. И, конечно, Френдли Файер, это куда же без него-то. Так. Нам нужно с вами захватить Харвестер. Обязательно у врагов. Потому что с одним мы будем собирать здесь 3 года и 3 месяца на нормальную армию. Задача наша уничтожить их базу. Это не так просто на самом деле сделать. Потому что база большая. И самое главное, у нода неограниченное количество ресурсов. Вот в чем проблема. Теперь не забегаем. Упоминаю, что он ваши войска дамажит. Так, медовидки сюда. Отводим, они нам больше всего нужны. Потому что именно они могут протанковать вражески. Худо-бедно. Хоть как-то. Вообще, на самом деле, это просто замечательно у нас с вами. БТР и глобальная освободительная армия. Ну да. Есть танки в этом загоняеме. Но вы всегда так будете обычно играть здесь. То есть у вас практически всегда будет хуже. Состав войск, чем у противника. Я представляю, как здесь будет на харде, будут на харде проходиться отдельные миссии. Потому что я помню, что даже на оригинале, на средней сложности, они заставляли тукан гореть. Как сверхновая просто. Может здесь тем более. Когда у противника хп стало больше. Ткань я переходим. У меня еще недостаточно сил. Для того, чтобы нормально там все сделать, что я хочу. И так начал. Довольно стремно. Мягко говоря. Давай, пичар, есть у нас. Парни. 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 Есть я уже. Вы можете соблаговолить и убить этого Дристуна. Разрушать я не буду, пока у него ПВО. Потому что он тратит деньги и чинит. И, ну, какой-то бюджет у компа все равно есть. Да, у него, безусловно, больше, чем должно быть. Парни. Аккуратно. Но, по-моему, он меньше давил все-таки. Если у него вот постоянно что-то под ремонтом находилось. Так, надо бы еще бы тут хотя бы один отрядик. Переходки, чтобы он принял на себя выстрел. Там еще остались войска. В углу несколько пехотинцев было. Здесь еще одна установка ПВО. Как только мы их уберем, у нас появится возможность авиационного удара. И все будет замечательно. Начнется вторая фаза моего плана в этой миссии. Словно, очень коварный план. Можно сделать, может быть, все и быстрее, но с большими потерями. В общем, не так экзотически, может быть. Недобиток. Если его даже уничтожат, в принципе, не важно. Теста рублей мы найдем. Принести дерьмократию в массы. Вольно. Особо он тут и сагрил на себя. Ну вот, отлично и разменялись. Не люблю недобитые войска. И так, ремонтной станции у нас пока нет. Начну. Без этого обходиться. Ремонтировать тоже я пока не хочу. Деньги так нет. Вообще, в этой миссии лучше не использовать гренадеров, потому что, я говорю, закидайте своих. Лучше использовать большое количество пулеметчиков и иные войска, например, хаммеры. Хаммеры, вражескую технику, ну, в общем, все такое. Переходим. Да, мэр. Хаммеров мало, надо еще. Надо танками расстреливать. Танки, как раз и должны будут разобраться с этими ПВОхами в итоге. Осталось у него еще три ПВО. Одна вот здесь, одна... Ну, короче, две мы уже долбим, и одна находится... А даже две у него, по-моему, находятся на базе. Одна находится на входе, другая находится около МСЦ. Да, по-моему, так. Если я ошибаюсь, придется искать тогда. Так, еще немножко хаммеров. Хаммеров много не бывает. Если у нас закончатся ресурсы здесь, ну, не проблема, переправу перекрыли. Собираем здесь. Проблема в том, что как только его Харвестер соберет все ресурсы вот тут и около своей базы, он приедет сюда, к нам. И, соответственно, нам надо будет тогда отсюда отходить, если мы не успеем в том моменту, чтобы наши войска по нему не постреляли, а стрелять из-под горы. Иначе все будет очень плохо. Будет все очень плохо, и... О, вот танк стоит. Отлично. Как будто они, по-моему, в Харвестер. В общем, короче, как вы понимаете, если попадем по Харвестеру, вся их армия побежит на нас. Мы еще пока не готовы с ней сражаться. Мы будем с ней сражаться, но позже. Я буду закончить тебя позже. Университет. Да, тут явно недостаточно. Мы можем, говорю, сократить его интервал атак. Может, они не каждые 2 минуты будут бить, а каждые 3 минуты. Если будем долбить хотя бы одну его ПВО. Танкщики очень далеко стреляют. Именно они могут достать до ПВО и Хаммера. То есть обычный БТР по ним не достанут. Нет. Да, сэр. Вот эти ПВО на самом деле такая бичарская хрень. В миссии, где надо будет командосы уничтожать их. Из-за этого рандома, что из них вываливается. Бывает один солдат после взрыва. Бывает двое. Бывает вообще никого. Можно спокойно завалить задание. По-моему, кстати, оно будет после вот германского. И от этой миссии, как вы ее пройдете, будет зависеть дальнейшее продвижение игры. Если вы взорвете команду сомнитон на базе нода, у вас все будет очень потом плохо. Но я объясню, когда будет эта миссия. Многие на ней, наверное, застряли. Твою ты мать, как же ее пройти? Что за хрень? А я объясню, в чем проблема. Давай здесь еще подведем солдат, потому что... У нас уже часть чуваков погибнет, защищая переправу. Очень близко к Тиберии, уже в него не встать. Продолжаем наращивать здесь огневую мощь. Надо бы еще БТРчик добавить. Он стоит 700 рублей, камер 400. Ну, я уже поиграл в схватки здесь. И с максимальной сложностью пара боев в мультиплеере сделал на автоподборе. Там достаточно неплохо на работу, и то бы бой я выиграл. Ну, противники подбираются по скиллу. Если в рандоме вам, естественно, могут попасться задроты, и вначале они вас там просто разорвут. Без опыта игры. То автоподбор оценивает то количество боев, которые вы провели, и подбирает в мультиплеере. Подбирает вам таких же противников. Так что там может вполне комфортно играть. Плохо, что здесь нет репок. Пусть бой нифига не запишешь. В реал тайме такое писать. Ну, там, блин, рассинхронный есть, и очень какой-то стрёмный пинг. Такое ощущение, что у них сервера находятся где-то там в Зимбабве. Очень стрёмный пинг. Да, сэр. Переходи. Да, сэр. Если просто в мульти играть, там, когда даже галку ставишь, подтверждение происходит секунд. Десять после этого. Просто нереально долго. Ну, и во время боя кто-то может вылететь или выйти, и в итоге вместо него там уже будет комп. Тоже такое себе. Короче, мульт вроде как и работает, но мне не особо он понравился. По этим вот параметрам. Да и фракции мало, всего две. И ГСБ, к тому же, и НОД могут пробросить к вам инженеров. Это довольно тупо. Вообще надо было убирать, возможно, захват МСЦ в мультиплеере. Ну, кто-то представляет, чувак. Делает БТР, сажает в него за ГСБ инженера, а то и двух инженеров. И после чего он спокойненько бежит, короче, едет к вам на базу. То есть он до этого посылает Хаммер, там все разведает, разнюхает, где у вас МСЦ стоит. И потом он просто приезжает и... И захватывает ее, после чего он продает чудесное ваше МСЦ, и вы поиграли. Это происходит примерно на, там, третьей минуте. То есть весь бой, он фактически сводится к тому, кто первый сделает завод, казарму, и притащит к противнику инженера с БТРом. Да, если, конечно, там выставлен режим, что вы можете поднять МСЦ в этот момент, тогда вы его спасете, если заметите, конечно, что он к вам едет. А вот есть режимы, где МСЦ не поднимается, если он разворачивается один раз, и все. И чел приезжает, у вас крадет ваш завод, его тут же моментально продает, и дальнейшая игра уже бессмысленна просто, на третьей минуте. Вот нахер такой тоже геймплей было делать. Тем самым убив фактически, ну, я не знаю, половина матча в мультиплеере. Так, он уже отремонтировал. Ремонт идет очень быстро, четырьмя Витя-пулеметчиками уничтожен. Ну, я почти уже готов, пока описывал красоты местного мультиплеера. Сейчас мы разберемся с вами с бичами, которые еще раз приедут. И потом уже будем открывать танк, потому что, если когда мы на него покатим, я уверен, что они как раз сюда и попрут. Его выманить не получится, потому что он заскриптован в этой области, и он, короче, никуда не поедет. Если попытаться его сагрить пехотой, ну, можно, конечно, но он ее, по-моему, давит. По-моему, давит. Это очень плохо. Есть танки пассивные в миссиях, то есть, которые вообще не реагируют никак на то, что их обстреливают, даже если вплотную подходят, а пулеметчики подходят прямо под танк, то есть, естественно, они стрелять не умеют с большого расстояния. И дальше он их просто давит, и дело с концом. В принципе, с гренадерами та же самая хрень. Они кидают вплотную к противнику. Здесь главное в этой миссии не торопиться, потому что одна ошибка буквально, и вы можете потерять абсолютно все, что вы тут настроили. Если будет атака полностью с базы, они могут делать танки на своем заводе, а вот вы танки делать не можете, и поэтому он вас просто задавит. Все ваши хаммеры и БТРы против танков это говно, учитывая тем больше, что у них брони на харде. И если раньше их могли закидывать обычные гренадеры, буквально там за пару секунд пяток гренадеров мог закидать танк своими гранатами, то теперь эти гранаты как будто помидорой по ним выкидаете, наносят урон. То есть, никакой урон вообще не проходит. Заканчивается ресурс, это уже плохой признак, значит здесь заканчивается ресурс уже его компа, и скоро он покатит сюда. Мы еще с вами не захватили пока у него ничего. Делаем БТР, делаем инженера. Да, нам все денег не хватит, но за пару привозов должно хватить. Сейчас уничтожаем ПВОхи, потом надо будет там кое-что на базе разбомбить у него. И сначала мы крадем у него Харвеста, продаем его этот обогатитель. Ну и дальше все нормально будет. Дальше мы будем красть у него МСЦ и строить на своей базе. И украдем у него завод, ничего у него не останется, кроме казарм. В итоге мы прорвемся и просто по царству разнесем. Итак, пошли долбанить. Ой, они, кстати, не проходят. Тогда ладно, некуда тут уже ждать, давайте переезжаем всеми силами туда. Ой, какие же вы ребята тупые, слушай. Слушай, а че вы какие тупые-то? По одному через мост переезжаете? Сейчас он на мост уже сагрится. Ой, 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 давай, огонь, огонь, огонь. Блин, по танку начал стрелять, подла. Не туда совсем, я хотел, чтобы он по хамеру разменивался, но не получилось ничего. Но это не важно, потому что скоро у нас свои танки появятся. Мы переехали, убили его. И здесь, кто не знает, лежит ящик с тысячей, по-моему, рублей. Да, вот ящик. Да, тысяча рублей здесь есть. А даже нифига, не тысяча, а две тысячи рублей здесь были. По-моему, штука там лежала. Что-то упростило все. Все, всю игру казуалили, негодяи. Может, я просто не помню. Так, значит, остался у них танк, еще один в углу. Плюс здесь один баги патрулирует, его надо тоже убрать. А то он нам всю малину испортит. Так, все. Прежде чем убирать его танк, надо убрать его ПВО. ПВО, осталось у него три штуки. Остальные, твойки, занимая мост. А, это новая атака типа пошла. Сейчас он быстро убит эту пупную нечисть. Он будет ремонтироваться, но мы его, конечно, разберем. Главное, сейчас не попасть в наш чудесный Харвестер врачский. Иначе все будет очень плохо. Он уже перебрал с количеством техники. Ну да ладно, техники много не бывает. Не знаю, теперь ходим. Можно было и поменьше сделать. Танков должно хватить, осталось разобрать только... А, нет, слушай, не один вражеский танк. У них еще на базе стоит, как минимум один. И если начать обстреливать его Харвестер, то там все будет... Так себе. И у него тут близко пушка, которая по нам может также начать наеривать. Этих надо оставить всех на защите, потому что сейчас опять их атака начнется. Иди с них, я. Попробую хамером его сюда выманить. Ну, шо, ты где? Болезай. А, вот он, вот он, быстрей, быстрей, быстрей. Немножко в пердак получил, но да ладно. Давай, 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 сюда иди. Мы тебя тут ждем, все любим. Будем любить тебя все, дружно. Так, куда поехал? Ах ты, падла, пушка стреляет. Слушай, он пошел тоже стрелять. Сейчас он танк разберет. Нет, 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 он должен выжить. Фу. Иначе мы могли бы по войне разобрать. Куда вы, дебилы, приехали в африке? Итак, вот и у вас осталось последнее, по сути, плохо. Которое сложно заставаемое. Если начать стрелять отсюда по команднику, они, по-моему, начинают агриться. И так же, как и от Харвестера, поедут на вас всей гурьбой. Нам это с вами нужно. Куда ты поехал, твои люди? Так, давай сюда. Дружно все стреляем. Вот если у вас два танка не останется, вы, скорее всего, не сможете ее разрушить, потому что он будет ее ремонтировать быстрее. А здесь не влезет нужное количество камеров для того, чтобы ее разобрать. Так, ладно. Достает их. Да, один танк, конечно, в щи получил очень сильно. Как у нас там на базе дела? Все готово. Кстати, нам надо сделать двух инженеров, на самом деле, потому что... А, хотя нет, сейчас двух не надо. Мы сделаем, на всякий пожарный. Сейчас нам нужен только один инженер. Я надеюсь, что он справится. Если он потому что не справится, там уже второй вряд ли поможет. Только 500 рублей зря потратим. Так, отлично, плохи нет. Все, теперь по одному надо выехать, иначе, если они поедут опять толпой, эта хрень по нам будет сверху не вставать. Парень, давай ты, может, подальше как-то проедешь. Твой собрат два раза получил выстрел совершенно ненужный. Сейчас мы вот это вот разберем, и сможем наносить артиллерийский удар. Главное, что исполнить, где-нибудь была казарма. Примерно вот сюда вот, куда-то надо прокидывать будет. Тут у него стоят бичи. Нам надо засветить будет центр от ваза, чтобы туда, в общем, ехать. Все делать надо аккуратно. Он может, конечно, вломиться толпой, но это неинтересно. Итог, кстати, толпой вы можете не продавить. Все это может закончиться весьма печально, если вы заранее не подготовитесь. Не шутки. Сколько моих знакомых заваливало эту миссию, ну, фактически, им пришлось начинать по новой, потому что они пошли в огульную атаку. Даже имея большую армию, получили серьезный дэмэдж из-за бесконечного спама прущего с завода и с казарма во время атаки. Особенно отхватили те, которые пытались харвестить. Они, кстати, из самолета летают, которые они летают с техникой на завод. Видите, как танк медленно прет? Медленно прет он, потому что... Потому что... Опа! Их харвестер уже у них приехал сюда. Вот о чем я и говорил. Слушайте, это уже плохо. Мы опаздываем. Очень много разглагольствовал. Он уже почти все собрал. Ну-ка быстро убить это говно. Бистро убить говно, и нам надо его сейчас будет похищать, прям как никогда не похищали. Вообще тайминги не соблюдающиеся. Тайминги не с ними ввиду. Аэрстрайк готов. Аэрстрайк готов. Это круто. Греть, мотопакам. Так, ланкер сейчас сюда уезжает. Потому что за следующий заход он уже может прикатить сюда, и мы по нему попадем. Аэрстрайк готов. И все будет ооочень плохо. Дайм сюда. Примерно я сейчас промахну, будет, конечно, плохо. Будет мега плохо. И еще одна группа есть. Так, стоим. Водопад. 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 Вон, приехал уже. Университет. 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 Отлично. Кстати, неплохо пробомбили, да. Но почти попали. И мы открыли часть завода. Более того, мне надо еще кое-чего здесь разведать. Прежде чем доехать. А, у них... Есть... Где Харвестер? Только на Харвестер, а не на Пороцер. Тут у них где-то были ракетчики наверху. Их тоже надо... Убить. Надо убить. А, вон. Вау, ой-ой-ой. Убить обязательно. Ой, Харвестер едет. Как плохо. Хамер, ты не будешь стрелять по Харвестеру еще рано. Нет, 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 нет. Не надо, не надо к нему стрелять. Пока нормально. Так и будем стоять вот здесь вот. Чудесно. Стоять неудобно. Вот этого тоже надо убить парня. Правда, сейчас можешь потерять Хамер, но... Иначе план абсолютно не удастся. Ой, тут два парня. Нет, 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 не надо, не надо. Двух парней мне тут совсем нахер не надо. Камера-крышка. Надо будет другой сейчас использовать. Видите, им плевать на другие цели. У них одна задача это вот убить того, кто по ним стрелял. Харвестер, нет, 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 нет. Кстати, если пехота вы будете стрелять по Харвестеру, лучше даже не пытайтесь это делать, потому что он ее просто тупо все раздает. Так, чувак, иди сюда. Иди сюда, ублюдок. Вот я тут, я вкусный, давай, езь, езь. Ой, там еще один бежит, слушай, там еще один остался. Сейчас их по-бырому расстреляют, можно чуть дальше отвезти. Деньги у нас есть, мы оставляем их на танки, на баги, на вражеские. Слушай, а нет, надо заказать, что там? Пехотки можно немножко еще заказать. Да, ведь он уже собирает здесь, если бы мы стояли на проходе, мы бы уже по нему попали. Долго, чуть-чуть не здесь, надо было раньше, конечно, все делать. Так, теперь нам надо снова ждать арт-удар. То есть сейчас атаковать нельзя. Ну, мы его увидим, так что все нормально. Тут у них еще одна турель стоит. План такой. Надо, в общем, разбомбить... Надо разбомбить пехоту, и в момент, когда мы ее разбомбим, как раз прорваться БТРом и высадить быстрого инженера, захватить сборочный цех вместе с Харвестером. Когда он оттуда вылезет, мы можем Харвестера отвезти, пока не расстреливать свой же цех, эти БТР, точнее, пушки, мы его уведем. Будем пользоваться и Харвестером, для того, чтобы у него больше бабла. Следующий заход, это мы уже забираем МСЦ. Аэрстрайк. Аэрстрайк. МСЦ нам не удастся захватить, потому что здесь стоят два баги у него, скорее всего, и они нам ничего не дадут проехать туда инженером и захватить, и тем более потом еще что-то отстроить. Поэтому, чтобы сюда больше не приносили подкрепление, хотя бы какое-то время вы должны уничтожить, будь у него Харвестер. То есть, при имеющемся доке вам надо будет его раздолбить. Или, по крайней мере, по нему пострелять. Ну нет, надо, конечно, лучше раздолбить. Так, все, он едет. Готовимся. Готовимся захватывать. Главное, чтобы... Да твою ж ты мать! Зат. Вот главное, говорю, чтобы эти уроды не поехали, а они как раз и поехали. Ну а почему именно сейчас? Кусок дерьма, придется еще раз ждать. Да. Ребят, это плохо. Подвинуть. Мешает Харвестеру, видите, пройти, проехать. У нас тут двое стоят. Что-то как ни прише, ни пристегнет те, которые должны были участвовать в атаке. Да, нам придется снова ждать, пока... Ой. Ой. Вот это плохо. Если я не его раздомажу, там еще и ракичек есть. будет еле волочиться. Больше у них атак скорее всего не будет в этом направлении, поэтому это не суть важно. Да, надо будет потом разобраться с защитой. Хотя нет, атаки-то у них все еще... все-таки еще будут. Еще будут, поэтому по Харвестеру будут по нашему попадать. Так, чувак, давай. Быстрее. Я уже, блин, собрался там захватывать. Вот сейчас, кстати, может быть фейл, если убьют инженера, но я попробую вплотную подъехать, но это... это не гарантия, что он успеет вылезти. Они бы убили бы и двоих, то есть какая разница, там будет очень мало места, чтобы их высадить. В общем, короче, опасная, опасная затея. Да и деньги нам особо не нужны, мы можем, в принципе, и так продавить. Но я хочу все сделать красиво, я не хочу некрасиво. Давай, 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 давай. Давай. Давай, Васек. Где самолет? Где быстрее? Быстрее, не успеваем ни хрена. Уже вылезет, да блин, они еще... А нет, мы вернулись, нормально. Жир, быстро, 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 быстро на захват. Да быстрее, дурак. Дурак, быстрее. Есть, успел. Успел, просто красава, выезжаем, выезжаем. Выезжаем быстро. Ближе подъезжай, ну что, замешкался как-то, как лошара просто. Так, сейчас мы его продадим. Мы не можем это успеть заказать. Будем успел продать, ну ладно. У нас равно деньги бы не поступили, потому что уже был резерв забит. Так, ладно, есть второй харвестер, теперь, значит, нам нужно будет пострелять по их новому, сейчас они это все быстро отстроят. и тем временем мы готовим уже двух инженеров сразу. Билдинг. И ДТР. Сейчас уже будет следующая атака сверхсерьезная. Видите, он очень быстро все отстроил. И новый харвестер уже в пути. Уехал, отлично. Придется отводить. Ближе подойдем. Сейчас убьют на первом. Так, пока мы все еще не стреляем. Еще рано. Нам надо дождаться арт-удар. Я с другой стороны. В принципе, можно уже попробовать. Я, правда, не вижу, что творится на базе. Надо бы арт-удар нанести уже туда. Тогда придется ждать еще плюс четыре минуты. В принципе, можем подождать. Тогда это будет гарантированно. Можно попробовать проехать. Потеряем один БТР. Будет уничтожен. А может, даже он и не доедет. Можно уничтожить его пушки. Это будет потом легче проезжать. Но пока гоняет у него. Понимаете, харвестер? Да, вообще, подъезжать кем-то опасно. Если он вылезет, и по нему будет хоть один выстрел с завода попрет невероятное количество техники из казарм. А уж если вы по ним стрелять начнете, у-у-у-у-у-у если у вас не хватит дамага, чтобы уничтожить быстро, там каждой секунду почти будет юнит выходить. Например, танк легкий. Который вам так мать hearing. мы куда-то дурак побежал и эту пару юниты в этой игре ваши главные против ладно догони камни давай сюда на самом деле мы могли продавить сейчас уже достаточно всего то есть уничтожить есть пушки не проблема а потом ворваться на базу к ним разнести казарма завод быстро грохнутся масса и общем-то все победа есть аир страйк а вот поехал ну давайте пробуем чтобы просто здесь видите открыть так сказать местность а уже в следующий аир страйк ну и атакую такую карвестер уничтожаем его армию она выходит и у него подкрепление сюда больше 5 не стал вот отлично мы это место видим но пока ведь сюда присылают баги и они перекрывают нам возможность захвата если сюда подъедем короче пока будет ехать бтр уже отхватить больше чем на половину хп и в итоге ну баги начнут стрелять безусловно по нему инженер вылезет его могут застрелить нет нет на зоне нет 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 сажировался ахэх... ахэхх Потери получится с таким стояловым почти такие же, как если бы мы сейчас атаковали бы в лобешник и, ну, разменялись на все войска. Но просто хочу сделать его завод, сделать его технику. Показать, что в этой миссии это вполне возможно. Ждем арт-удар, еще минуты две. Две с половиной. То есть... Хотя давайте-ка мы этот Харвистер сейчас уже атакуем. Разберемся с его техникой, да, о чем тут очкуем-то. Чем поедет обратно и мы его уже тут жестко встретим. Стоим. Пока так, как стоим, потому что все это добро должно напасть на нас будет. Одновременно. Проблема в том, что он успеет разгрузиться и сюда, возможно, еще успеют чего-то притащить. Но мы за один заход его и не разберем. Нам сейчас главное уничтожить танк, который стоит на базе. Наша основная задача. Да, вот они все сагрились. Когда он получил достаточное количество урона. Сейчас мы это все говно разнесем. Мы уничтожим таки до конца. Хранишь нужны. Говорят, сало нужны. Нужно больше сала. Что такое? Да. Ребятелы. Так, сопля ХП. Ну вот он поехал. Сейчас его надо уже будет уничтожить. Сейчас пойдет размен. Танка его, правда, могут еще притащить. Мы заблочим сейчас ему проход. Видите, как он попытается прокраситься, но ничего у него не выйдет. Внезапно сейчас у него опять куча войск выйдет и побежит спасать братьюню. Побежали, но пока ведь самолеты не принесли никого. Все, брател уничтожен. По идее, больше ресурсов у него быть особо не должно. Сейчас, понимаете, кто же печей убил. Все, нормально. Аирстрайк комплить. И сейчас мы с вами сделаем все как нужно. Так, мы все перегородили. Замечательно. Все, армия остальное мы пробрасываем. Наших побитков и недобитков. Конечно, пехота еще десяток надо сделать будет, чтобы они там по пушкам оттанковали. Так, сейчас все сделаем. А, нет, нифига не сделаем. Чудес. Кстати, тут Тиберия пророса, смотри. Ага. Но, кстати, техника у него уже поехала. Тиберия пророса, и наши Алешеньки по нему пробежались. Не надо, честно говоря, с ними сталкивать пока. Давайте, пацаны. Все сюда. Ах ты, пацаны, ты смотри, еще тащит. Вот у меня вопрос, а на какие шишины ты делаешь? А, ну нормально, там машину залезли там, где надо было. Итак, вот теперь я покажу, как нужно украсть у него МСЦ и построить заводец. Заводец. Здравствуйте, ты. Где наш там? В самолетах. Все, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Погнали, 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 быстро. Опять, снова все не под таймингом, все через жопу и выходит Ракичик. Очень не вовремя, блин. Тихо, чувак, ты не хочешь сюда идти? Да, отлично. Так же, как и на регионале, они сюда не пошли. Захватываем МСЦ. Но, блин, у нас осталось очень мало. Во-первых, нам нужен электростанция. Эти нас не видят, все нормально, там подумаешь, какой-то чувак проехал. Бывает. Все хорошо. Вы давайте сюда, вы тоже давайте сюда. Организация. Строим завод. Это у них называется аэродром. The Line Noted, соответственно, казарма. У них там есть, вроде, огнеметчики здесь, но они нам не нужны, потому что огнеметчик, который взрывается, он уничтожает всю пехоту рядом с собой. Нанося достаточно серьезный урон. Да и технику тоже цепляет немного. Вот, сейчас построим завод, сделаем пару танков и просто раздаем их в говно. Наши армии уже, по-моему, размером больше, чем их база. Я так люблю давить оппонентов. Так сказать, красиво, чё. Фига, тут Тиберия, это просто реально классное месторождение. Такой бот еще был бы на картах, на которых ты с компом играешь. Потому что там Тиберия просто реально мало. Может быть, где-то на картах, где нестандартных, из мастерской есть, большое количество Тиберии надо посмотреть. Потому что оригинальные, но они скучные. То есть комп делает очень сильную оборону. Он много турелей строит на методе большого пса. Ему бы это очень понравилось. Вот. Там стали, видите, доступны их легкие танки и баги. Мотоцикл разведчиков. Делали танки. У нас своих уже хватит легких. Итог танков и просто нормально будет. Стоит 600 рублей. Баги стоят, мне кажется, 400. А, даже 300. Вот у нас и танки появились в этой миссии. Кто говорит, что танки? В общем, комп делает много турелей. Ему, паршек, баги тоже. А на войска у него почти ресурсов не остается. И поэтому ты играешь против его обороны. Без наступления. Это не очень интересно. Ну а мультиплеер рассказал уже, что там прикол. Стремный пинг. Дисбаланс, если вы играете в обычный мульт без подбора. А в подборе работает только один на один, то есть вы не сможете сыграть команду. Арсинхроны, высокий пинг. Вылеты, выходы. В общем, говно. Говно вопрос. Верно. Деньги все равно есть. Непонятно, правда, откуда. Но они у него имеются. Сейчас мы уже готовы нападать. Собираем две группы и выносим их по красоте. С ресурсами, с базой, с танками. Кто тут с танками проходил еще, признавайтесь. Кто-нибудь вообще захватывал завод? Измудрялся, как крестоносец. Или просто забили и продавили. Можно было создать толпу пулеметчиков и... Раздавить супостата... Да пошел ты нахер. Раздавить супостата так, чтобы ему мало не показалось. Сейчас они тут будут, конечно, маршрут искать. У тебя есть Тославского. Так, три танка сюда, давай. Разря я их дел, что ли. Сейчас мы прошерстим аэрстрайком. Кстати, да, мы сейчас еще у него завод продадим, шипун тут не особо... Чуть гонился. И побежали сейчас, пока они не стреляют по инженерам. Давай, чувак, быстрее, беги, беги, беги. Есть. Найс. И у нас тут есть эти диверсанты, которые с тыла, с тыла, беги, беги. Мои войска. Они нам помогут во время атаки. Так, это группа 1 будет. Это группа 2. Вперед, натолкаем пехоту для начала. Она постреляла по турилям. Все, пошли. И будем сейчас бомбить. Бомбить, потом казармой займемся, быстро. Все, быстро казармы добить, пока он не отремонтировал. Какой ласт. Че, аще, аще? Блин, он ремонтируется. И пошел мега спам, быстрее казарма надо убрать. Видите, насколько быстро войска выбегают, непонятно на какие шиши, правда. Пошел френдли фаер наш любимый. И вот наша вся огромная орава врывается на базу. Противник, у нас денег 6200. Такое ощущение, что на легкой сложности проходим. Но вы сами видели, что она ни хрена не легкая. Это просто... Это просто план и тактика, которые рождают. Многие проблемы. Не все, конечно, в этой игре из-за багов. Но большинство... Вот, большинство решается. Миссия выполнена. Ментальный просто врыв к ним на базу и паронос. Но мы могли это, повторяю, сделать раньше. Но мы сделали это красиво. И с их техникой. То есть Нот были уничтожены своей же собственной техникой, по сути. И символичный момент. Орел хватает Скорпиона. То есть ГСБ побеждает Нот. Их знак против знака Нота. Прикольно сделано. 54 минуты. 47 потери были. Ну да, довольно долго. Можно было сделать минуту за 25. Если бы давить только через... Пехоту. То есть, опять же, пришлось бы уничтожать все ПВОхи. Но вот как мы их всех уничтожили, можно было наспамить достаточное количество обычных пулеметчиков. И тем самым разнести эти пушки. Они не сильно дамажат, которые находят на базу. Подловить момент, когда у него не будет на базе войск. Разбомбить потом около казарма войска. Быстро уничтожить казарму. Быстро уничтожить завод. Или уничтожить казарму и сразу прорваться, не трогая завод. Чтобы он не начал оттуда резко выводить войска. Уничтожить его МСЦ. Потом уже завод грохнуть и, в общем-то, добить остальные здания. Но потери в этом случае были бы больше сотни. Я уверен, потому что там пехоту бы вашу крошили в дерьмо. Да и хватило бы финансирования. Это еще хороший вопрос. Потому что у нас было бы всего лишь... Ну, был бы всего лишь один Харвест. Второй бы мы не захватывали. На это тоже надо время тратить. Так, лидерство 61. Эффективность 21%. Общий счет 438. И потери были 47. 200 у нода. Потеря на построек одна была у нас. Это ту, которую уничтожили захваченные. Которую я не успел продать. Которая нам ухудшила общий счет. Нода 18. Ну, в общем-то, как бы... Ну, все. Посмотрим, что там дальше. По-моему, там будет миссия Командос. Если я не ошибаюсь. По-моему, это оно. Да. Это будет вроде как Чехия. И его там будет задание. Походу, дело так. Ну, и на этом моменте, наверное, мы завершим эпизод. Потому что с Командос надо будет разбираться отдельно. Там нужно будет выполнять задание таким образом, чтобы последующая миссия была гораздо проще, чем могла бы быть. Ее может не быть вообще. То есть, если вы сделаете все правильно, уничтожить то, что нужно. А там не написано, что конкретно надо уничтожать. По-моему, в самом задании. Там какие-то были... Прочерки стояли вместо названия объекта. То у вас будут... Если вы уничтожите не то, у вас будут неприятности. Если вы уничтожите, допустим, казармы, у вас уже в следующем эпизоде не будет пехоты у врага. Будет только одна техника. Если вы уничтожите завод, то, соответственно, вы, во-первых, миссию выполните. Во-вторых, ее уже не будет. Во-вторых, у вас, если вы будете даже ее проходить, не будет техники. А вот если вы взорвете какую-нибудь там генератор, электростанцию, у вас будет и пехота, и техника. И в итоге следующая миссия вас просто раздавит. И вы ничего не сможете сделать, потому что там тупо не будет ресурсов. А до тех ресурсов, которые есть на севере карты, вы не доберетесь за постоянного давления. Двух десятков пехоты, там, с огнеметчиками, с гранитометчиками, с пулеметчиками. Еще будет несколько танков, и плюс баги давить. А у вас будет пять тысяч начальных денег, и... ну, вроде пять. И, может быть, в месторождении будет тысяч три, не больше, кредитов. И все, и вот на это, вот, как хотите, так и сдерживаете. Да еще и уничтожите базу под таким вот спамом. Представляете? Там еще и высадиться надо на пляже, и вас будут атаковать. Когда вы будете высаживаться, можете войска потерять. Вот такие вот, в общем-то, дела. Но это, насколько я помню, может быть, здесь что-то изменили. Хотя, они не трогали исходник оригинала, значит, должно быть то же самое. Только вот единственное, враги будут убиваться сложнее на харде. Если серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк, подписываться на мой канал, если еще не подписаны, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. И сегодня все. С вами был Крестоносец, всем удачи, до новых встреч, пока, пока.